О самых заметных событиях расскажем в программе «Итоги дня». В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах к этому часу. В республике продолжается строительство многоквартирных жилых домов по национальному проекту «Жилье и городская среда». Так, в микрорайоне Звездно идет строительство котельной с мощностью 112 кВт. В Якутию внедрят новый метод поддержки социально значимых проектов «Фандрайзинг». Это способ, нацеленный как на привлечение денег, так и на укрепление сотрудничества с профессионалами в различных областях. В Якутске начнется трехмесячник по вывозу снега с улиц и дворовых территорий. На данный момент убрано и вывезено около 20 тысяч кубических метров снега. Продолжается работа по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, в том числе помощи психологов. Москвич-полярник будет зимовать в столице Алмазного края. Команда из четырех путешественников завершила путь по зимнику. В продукции неренгринской птицефабрики выявили сальмонелло. Приостановлено производство пяти видов продукции цыпленка-бройлера. Сегодня появилась информация о том, что в продукции неренгринской птицефабрики обнаружен вирус сальмонеллоза. Превышение показателей выявлено в пяти позициях, производимых из цыпленка-бройлера. По информации руководителя птицефабрики, речь идет о продукции, которая была произведена 11 января и отправлена в Якутск. Он отметил, что пока нет ясности, на каком этапе произошло попадание вируса. По его словам, в помещениях, складах и холодильниках птицефабрики все в порядке. Также у специалистов нет вопросов к качеству яиц, так что они не исчезнут с прилавков. Для повторного забора анализов специалисты Роспотребнадзора должны приехать в течение недели. В рамках национального проекта здравоохранения в республике продолжается строительство объектов в селе Хону, поселке Усть-Майя, а также в этом году откроет свои двери больничный комплекс в селе Чуропча. Введение этих медицинских объектов обсудили на уровне первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова. Большое внимание на совещание уделили объекту, который строится в Чуропчинском районе. В связи с опозданием поставки медицинского оборудования срок сдачи сдвинулся. Сдерживающим фактором послужило то, что есть еще и поздная доставка оборудования. И вот основное оборудование в виде МРТ, оно будет выезжать только вот на днях. И по приезду оборудования будет монтироваться, и финальные работы завершатся в течение февраля. И надеемся, что к концу февраля этот объект тоже будет введен. В прошлом году в республике побит рекорд по строительству жилья. Введено 705 тысяч квадратных метров. В ближайшие годы жилищное строительство будет только возрастать за счет проектов комплексного развития и за счет ликвидации аварийного фонда. Тему продолжит Вероника Таюрская. Надежда Кирпигорьева переехала в новую просторную квартиру в микрорайон «Свездный» летом 2023 года по программе переселения из аварийного и ветхого жилья. Раньше она жила в Сайсарах в трехкомнатной квартире площадью 42 квадратных метра. Сейчас пенсионерка проживает в квартире площадью 47 квадратных метров. В квартире у меня очень жарко. У меня приоткрытые окна. Нареканий никаких нету. Большое спасибо за квартиру. Во-первых, там я жила в деревянном доме в этом аварийном. Я 20 лет с насосом жила. И днем, и ночью. И зимой, и летом. Когда сюда переехала, я вообще была довольна. В секторе Ц микрорайона «Свездный» городского округа Городзейковск ведется строительство 10 многоквартирных домов на 1392 квартиры, из которых 7 домов на 1057 квартир будут сданы в марте этого года. Год оставшихся трех домов на 335 квартир планируется в декабре 2024 года. Мы, скажем так, выполняем определенные поручения, связанные с переселением, да, то есть из аварийного жилищного фонда, со всех, скажем так, уголков нашего города. Это в том числе и 17-й квартал, и Сайсары, и Билибина. То есть достаточно у нас много аварийного фонда, поэтому работаем в этом направлении. У нас более 500 квартир сейчас уже по программе переселения в секторе Ц куплены именно под реализацию программ. В Якутии по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Владимиром Путиным в 2018 году, планируется переселить более 40 тысяч гаража. По поручению президента России к 2030 году в столице должен быть полностью ликвидирован аварийный фонд. Так, в рамках проекта в прошлом году создан мастер-план Якутска, предусматривающий проведение масштабных работ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, в том числе и в микрорайон Звездный. Вместе с тем здесь в рамках квартальной застройки обустраивается уличная дорожная сеть, инженерные коммуникации на весь квартал, вода, канализация, теплоснабжение. Строится большая квартальная котельная на 112 мегаватт, которая будет введена к концу текущего года. Также строятся объекты социальной инфраструктуры. Это детский сад на 315 мест, школа на 990 мест и поликлиника. Кроме этого, в целях обеспечения комплексного подхода к развитию территории в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» в 2023 году начато строительство крытого катка с вводом в конце 2024 года. Вероника Таирска, Илья Сыромятников, Якутск. Одним из наиболее острых вопросов у общественных организаций по-прежнему остается поиск источников денег. Чтобы помочь в этом деле, в нашей республике проведут курс-практикум, как привлечь в НКО финансовые ресурсы. Подробнее об этом в следующем материале. Данный курс будет проходить под руководством приглашенного эксперта из Новосибирска, который обучит представителей некоммерческих организаций современному методу фандрайзингу. Он нацелен не столько на привлечение денежных средств, сколько на укрепление сотрудничества с профессионалами различных областей, которые неравнодушны к деятельности некоммерческих организаций и готовы помочь в достижении общественно значимых целей. Здесь не очень развит как раз то направление фандрайзинга, о котором я буду говорить. Но мне хочется построить сегодняшнюю встречу в режиме диалога, потому что рассказывать можно все, что угодно. Множество информации есть в доступе в интернете. Но мне все-таки хочется, чтобы каждый человек, который сегодня пришел, он ушел с чем-то, чтобы каждый человек выбрал для себя, для своей организации какой-то инструмент, которым он пойдет и завтра воспользуется и достигнет результатов. Курс покажет, как правильно составлять бюджет, спланировать свою рабочую деятельность, а главное, как и где искать финансовые ресурсы для своих целей. Некоммерческие организации играют важную и незаменимую роль в экономике и обществе. Оттого и важно оказывать им поддержку в виде подобных обучающих мероприятий. Общественники приходят помогать там, где, возможно, есть определенные маленькие проблемы, и они могут своими маленькими проектами, идеями, просто своим неравнодушным отношением к делу решить этот вопрос и помочь сделать жизнь лучше именно на месте, локально. Это очень важно. Поэтому сектор НКО, мне кажется, приобретает огромную значимость. И мы это поняли, например, во времена ковида, как были важны волонтеры. Мы во время СВО также это понимаем, то есть как важны наши общественники, неравнодушные граждане. И мне кажется, этот тренд, это направление сохранится. Подобные мероприятия будут проводиться и дальше. Так, в марте состоится традиционный гражданский форум, где на одной из площадок пройдут лекции и семинары по наиболее актуальным темам деятельности некоммерческих организаций и общественников. Продолжить обучение они смогут в апреле, в день гражданского активиста Марина Захарова, Павел Пахомов, Якутск. В городе Докучаевск Донецкой Народной Республики начались восстановительные работы, которые как шеф региона выполняет Якутия. Одним из объектов восстановления будет городская больница. На сегодняшний день здание больницы нуждается в капитальном ремонте, а также в приобретении нового современного оборудования. Сейчас врачам больницы приходится работать на аппаратах, произведенных 40 лет назад. Кроме того, администрация больницы очень рассчитывает на медицинский десант из Якутии, так как в медучреждении сильно не хватает специалистов. Первый корпус ее был построен в 1925 году на южном поселке, откуда берет начало вообще Еленовской карьеры города Докучаевск. Потом уже в 1950-е годы было построено здание поликлиники на городской площади, где сейчас находится администрация города, и лечебный корпус уже в нынешнем месте, где мы сейчас находимся, по улице Комсомольская, 36. В 1980-е годы наша больница была достроена. Это был построен акушерско-гинекологический корпус, лечебный корпус, поликлиника, инфекционное отделение, пищеблок, ну и хозблоки, гаражи там и так далее. С 2014 года мы находимся на линии разграничения. По поручению главы Якутия Айсена Николаева продолжается работа по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, в том числе помощи психологов. Как эта работа ведется в Нерюнгре, расскажут наши коллеги. В Нерюнгринском районе профессиональная психологическая поддержка участников специальной военной операции продолжается в полном объеме. Работы направлены на сохранение, восстановление и укрепление психологического здоровья самих военнослужащих, а также их родных и близких. Работаем мы через фонд защитников Отечества, напрямую, куда обращаются ветераны военных действий и, конечно же, их семьи. Также семьи напрямую обращаются в наш центр, получают психологическую помощь, так же, как и психологическую поддержку. Такую помощь в Нерюнгринском районе уже получили около 250 человек, и некоторые из них продолжают ее получать на постоянной основе. Так, один из участников СВО, приезжая домой в отпуск, обязательно посещает психологический центр. В первую очередь помогает успокоиться. Иной раз, когда приходишь, например, с СВО, там не с кем поделиться, некому рассказать, да и не каждый поймет. Ну, у психолога у него есть такие триггеры свои, что он прям выводит на чистую воду, как говорится. Мне очень помогает. Я рекомендую вообще всем, наверное, военнослужащим, проходить вот такую вот психологическую поддержку. Психологи ведут работу в очном и дистанционном формате. Такая помощь предоставляется бесплатно. В Нерюнгре такие услуги можно получить в психологическом центре на Ленина 6-1 и всю дополнительную информацию узнать по номеру телефона 4-68-39. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгре. 15 районов и 29 муниципальных образований были отобраны сегодня на заседании по выбору территорий, которые должны благоустроить в 2025 году. Онлайн-голосование будет проходить с начала дня выборов президента Российской Федерации с 15 марта до конца апреля этого года. Эта работа не нова. В прошлые годы эта работа тоже проводилась. И уже есть выбранные территории, которые у нас сегодня идут по благоустройству и по реконструкции. Я уверен, что и в этом году мы с этой задачей справимся. И у нас появятся те территории, которые будут, как говорится, радовать глаз и радовать местное население. Прямо сейчас в Москве проходит второй съезд движения первых. Это российское движение детей и молодежи. Оно образовано по распоряжению президента России Владимира Путина в прошлом году. В столице собрались представители всех регионов. Якутию представляют школьники из разных районов. Они участвуют в различных сессиях и мастер-классах, а также презентуют родной регион. На прямой связи с нами Максим Кордозу. Максим, расскажи, какая атмосфера сейчас на площадке и какие главные идеи реализовывает движение первых. Приветствую тебя, Юра. Атмосфера здесь замечательная. Отовсюду слышны какие-то кричалки. Я как будто бы в летнем лагере сейчас нахожусь. И некоторые дети приехали с элементами национальных костюмов. И ты понимаешь, насколько у нас такая разнообразная, яркая страна. А насколько счастливые дети. У них горят глаза. Они хотят познавать что-то новое. Просто замечательно. Здесь, конечно же, очень жалко, что я не школьник. Так сказать, смахнуть бы сейчас 10 лет и присоединиться к этому движению. Я бы с удовольствием это сделал. Кстати, движение молодое. Это, как я сказал, было оно организовано в прошлом году по инициативе президента нашей страны. И, наверное, главная его задача, это, конечно же, развитие подрастающего поколения. Это не только такая патриотическая работа. Ведется 12 различных направлений. И, главное, дети могут себя попробовать в самых разных ипостасах. Это и творчество. Это и наука. Участие в различных конференциях. Это спорт. Можно поучаствовать в волонтерском движении. Или, например, узнать азы первой медицинской помощи. В общем, главное, смело пробовать что-то новое, искать себя и ничего не бояться. И, на мой взгляд, ведется, конечно же, такая большая профориентационная работа в этом движении. Потому что, конечно же, школьники внутри этого движения могут потом осознанно сделать свой выбор и поступать в ВУЗ. И уже серьезно связать свою дальнейшую жизнь с какой-то конкретной профессией. Сюда, в Москву, на второй сесть приехало 3000 делегатов из 89 регионов. Конечно же, здесь работает и якутская делегация. Давайте послушаем, что нам сказал председатель регионального республиканского отделения. На что еще делается ставка. У движения первых есть ценности. Одна из главных, на мой взгляд, это ценность семейная. То есть мы популяризируем традиционную семейную культуру, культуру отцовства и материнства. Для республики Саха-Якутия это очень важно. У нас есть события, в том числе, например, Мунха, которые могли бы претендовать на статус федерального проекта. Потому что тут и волонтерство, тут и любовь к родине, и семейное воспитание, и воспитание мальчишек, и роль отца. Все, что нужно современному российскому обществу, на мой взгляд. В якутской делегации это 11 человек, 8 из них это школьники. Ребята приехали из Якутска, Мирного, Вилюйска, Верхневилюйск, Канамцев. В общем, получилась такая вот представительная география, конечно же. Ну и здесь их ждут различные мастер-классы, сессии, встречи со знаменитыми людьми. Только что закончился концерт популярных молодежных групп. Ну и, конечно же, они все будут общаться друг с другом, рассказывать про свои регионы, узнавать про новые. И мы пообщались с ребятами, и они нам рассказали, почему они вступили в движение первых. Давайте послушаем. Движение первых для меня, в первую очередь, это возможности реализовать себя. Помимо этого, это возможности внести что-то новое в жизнь современной молодежи. Это возможность знакомств, познакомиться с всевозможными людьми. Движение первых объединяет разных людей на самом деле. Движение первых, отделение этого движения открыто во всех улусах и районах нашей республики. Так что можно смело присоединяться от 6 до 18 лет. Это могут быть и школьники, и студенты различных училищ. Так что присоединяйтесь, друзья, замечательная инициатива, развивайтесь и творите. Юрий. Максим, спасибо за информацию, но я напомню, что на прямой связи со студией был мой коллега Максим Кордозу. Якутская студия «Полигониум» занимается разработкой гиперказуальных игр «Алас и Харон». Студия занимается разработкой на протяжении двух лет. За это время выпущено более 40 игр. Гиперказуальные игры не имеют возрастных ограничений, они легкие, понятные и доступные. Подробнее в следующем сюжете. Сдает души врата. В основе сюжета игры «Харон» лежит древнегреческая мифология. Харон-перевозчик душ умерших должен переправить через реку в подземное царство, а также сразиться с монстром с помощью оружия рыбы. Конечная цель – это открыть карту локации, прокачать героя. Мы не фокусируемся на одной игре, мы делаем параллельно по две игры, чтобы найти хит. Если мы «Харон» сделаем хорошо, тогда мы уже сможем делать и другие проекты. Издавна в летнюю упору семьи переезжали на летники в отдаленные «Аласы», строили быт и вели хозяйство. Суть игры заключается в том, чтобы игрок помог главному герою создать свою большую ферму, добывая ресурсы для построек. За разработкой игры стоит команда, которая состоит из разработчика, художника и программиста. Владислав Лавровский увлекается программированием со школьной скамьи. Он воспроизводит миры, оживляет и вкладывает реальность в каждое движение персонажей игры для того, чтобы игроки получали максимальное удовольствие от времяпрепровождения. Мы вдохновляемся другими играми, которые стали популярными. Мы смотрим разные жанры, также обсуждаем то, что нам нравится, в какие игры мы играем. Как-то все предлагаем и приходим к какому-то компромиссу, договариваемся. Презентовать мобильные игры планируют до конца этого года. Отметим, Якутия – родина целого ряда успешных IT-стартапов. В области развития креативных индустрий занимают лидирующие позиции. Президент страны Владимир Путин поставил задачу разработать всероссийский стандарт креативной индустрии на примере нашего региона. В Росгвардии напомнили владельцам о нарушениях, которые приводят к лишению оружия. Среди одной из причин – нарушение порядка проведения митингов. Оружие могут изъять у владельца, если его поймают пьяным с оружием, если он нарушит правила его хранения или использования, если аннулирована лицензия или разрешение, а также в связи со смертью владельца. Среди причин для аннулирования лицензии – повторное привлечение в течение года к административной ответственности за правонарушения, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность или установленный порядок управления. С отступлением зимы на улицы выходят коммунальные и дорожные службы для очистки города от накопившихся осадков. В Якутске начинается трехмесячник по вывозу снега с улиц и дворовых территорий. О том, как ведутся работы, расскажет Надежда Саханская. Работа дворника, казалось бы, дело нехитрое. Однако такая служба осложняется обильными осадками. Тем более, что в прошлом году выпало аномальное рекордное количество снега за всю историю метеонаблюдений. Геннадий Шитиков работает уже 10 лет и признается, что убирать снег несложно. Важно иметь грамотный подход к делу. Мы срываем, подготавливаем и уже идет основная техника – снегоуборочная. Сколько человек задействовано при этом? В зависимости от участка работы и улиц. Но вот тут много снега, народу много. Работа кипит в центре города. Здесь, на основной улице Якутска, проспекте Ленина, ведутся. Работы по уборке снега, разумеется, в четыре руки здесь не справятся. И тут на помощь приходит техника. Например, такой самосвал вмещает в себя до 60 кубов снега, которые потом будут отвезены на полигон. Сюда с периодичностью в пять минут самосвалы приезжают сгружать снег, убранный на разных улицах города. У нас за сутки 30 машин ходит. Полторы, две с половиной тысячи завозится в сутки снега нашими машинами. Пока все возят нормально, без всяких. Ни больше, ни меньше. Все вывозятся, как положено. Для беспрепятственной работы техники жильцы также должны создавать все условия. Своевременная уборка и вывоз снега решает не только эстетическую проблему, но и позволяет безопасно перемещаться пешеходам. Однако есть и нерадивые жильцы частных домов, которые сами плюют себе в колодец. Каждую весну мы наблюдаем такую картину, что частный сектор со своей территории вывозит снег именно на проезжие части, то есть внутриквартальные проезды. Из-за этого снег тает, то есть когда они не вывозят самостоятельно, снег тает и происходит подтопление придомовой территории и дорог в целом. В целом на текущий момент силами управляющих компаний с придомовых территорий убраны и вывези на около 20 тысяч кубических метров снега. Специалисты же готовы к любым погодным условиям. А в рамках предстоящего трехмесячника выполнятся работы по вывозу не только зимних отложений, но и очистки санитарных точек, а также уборки наледей. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Якутск. В Якутии планируется строительство лесопитомника. По словам руководителя Якут-Лесресурса Виктора Омукова, возглавляемое им учреждение готово на основе софинансирования построить в Алдане теплицу с закрытой корневой системой на 250 тысяч саженцев. Также рядом планируют обустроить зону доращивания и закаливания, начать намеренность высаживания семян сосны. Алданский район готов направить на эти цели средства, полученные от предприятий в качестве платежей за неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Данный проект направлен на то, чтобы вырастить собственные деревья, максимально адаптированные к местному климату. На сегодняшний день в большинстве случаев саженцы приобретают за пределами республики. В зоопарке Орто-Дайду белые медведи Колымана и Ломоносов стали родителями двойняшек. Пару белоснежных малышей разглядели на днях сотрудники зоопарка через камеру видеонаблюдения, установленную в вольере Колыманы. Сюда белая медведица залегла еще в декабре, а перед этим начала отказываться от еды, что указывало на интересное положение самки. Сообщается, что пока пол медвежат по камерам определить невозможно. Это станет известно приблизительно в конце марта. Именно в это время ожидается первый выход малышей с мамой в свет. И как только пол медвежат будет раскрыт, сотрудники зоопарка объявят о конкурсе «Имен для медвежат». Это случилось уже в третий раз у Колымана. Первую харчану вы все знаете, наверное, в Ленинградском зоопарке живет. Алмаз живет в Хабаровском зоосаду. И эти медвежата, ну, сейчас их главная задача это расти, развиваться. Они только кушают и спят, вот, и свой вес набирают. И дальнейшая их судьба, конечно, будет определена позже. Вот, все животные белые медведи в нашей стране, они, значит, перемещаются согласно программы сохранению белого медведя. Есть куратор программы, то есть это не продажа, а перемещение и формирование пар внутри Российской Федерации. «Москвич-полярник» будет зимовать в столице Алмазного края. Команда из четырех путешественников завершила путь по зимнику. Напомним, блогеры добрались на автомобиле «Москвич-412» 1981 года выпуска до села Рюнхая. Затем на вездеходе до мыса Пакса, самой северной точки Дальневосточного федерального округа. Более подробно смотрите в сюжете далее. Экстремальная команда про путешествия еще в прошлом году на одном автомобиле добиралась до мыса Челюскин. Основной целью проекта было показать всю красоту и природную уникальность Арктики и Дальнего Востока, многогранность коренных народов с севера. На этот раз команда из четырех путешественников решили поехать на ретро-автомобиле «Москвич» 1981 года выпуска. Ну, уже получается год, как был куплен этот автомобиль в январе прошлого года. И в первый же день после покупки мы этой компанией отправились в путешествие. Машина была куплена за небольшие деньги на авито в Челябинске. С Челябинска мы поехали в город Тверь. И сразу же начались поломки. То есть, потому что машина именно... Это именно была цель, чтобы купить и в этот же день отправиться. Но цель какая? Цель показать, что можно по нашей стране и не только просто по дорогам общего пользования, а в том числе и по арктическим регионам, по северным регионам, по отдаленным регионам, по Дальнему Востоку, именно ездить на любом автомобиле. И если мы на таком автомобиле проехали, значит, любой человек может сесть в любой свой автомобиль, который 100% лучше, чем наш, и сюда приехать в любое время года. Блогеры действительно доказали, что до большинства мест в нашей стране можно добраться на обычной машине. И дороги это позволяют. Об этом путешественники намерены рассказать в блогах, которые в скором времени выпустят на своих каналах. Тем самым показать простым жителям, что в нашей стране есть большие возможности для путешествий. С нами фотографируются, делают подарки, сигналят. За год москвич стал самым известным москвичом в России. Потому что по всем трассам нас везде стараются. Уже узнают сильно. Да, и фотографируются с нами, дарят подарки, всякие достопримечательности, пирожки. В Перми нам подарили запаску для москвича. И это очень душевно и действительно трогает до глубины души. Пока москвич-полярник остается в столице Алмазного края, чтобы летом продолжить свой путь и показать зрителям Якутию, насколько она разная и уникальная. Показать совершенно новые места и главный национальный праздник – СССР. Анна Васильева, Мирный. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Но я с вами на этом прощаюсь. Оставайтесь на нашем канале. Продолжение следует...